привет друзья хочу с вами поделиться головной болью с которой я часто сталкиваюсь это недобросовестные фотографы в том числе и на наших любимых российских югах вот в очередной раз столкнулась с двумя фотографами которые крадут наши фотографии и выдают их за свои мне кажется вообще это настолько странный способ привлечения клиентов вот в частности фотограф геленджике татьяна сенченко вот татьяна сенченко вешает в самом верхнем посту наши фотографии вот все фотографии которые не здесь представлены были сняты нами вот и она вешает пост пишет здесь что она сделает такие же фотографии в качестве примера прикладывает наши и записывает собственно клиентов то есть люди пишут там в классные фотографии да хотим такие же и собственно она их записывает к себе то вас видимо собирается снимать не знаю что она им там наснимает вот просто так совпало что прямо в один день я наткнулась аж на две такие компании ну людей которые этим занимается вот первая значит фотограф генжике второе почему-то там группа которая видимо модели нижнекамска и они предлагают мероприятия по поездки в сочи которым они будут проводить фотосъемку фото проект просят за нее 17 тысяч не так уж и дешево и также естественно наши фотографии я снимала мою фотографию сюда вешают причем даже я ее в каком-то месте увидела что там подпись была с авито то есть мы видим рекламу разместили на авито они ее оттуда причем взяли даже с отметки этого авито сейчас почему-то поменяли кстати наверное вот тоже администратор регина тумировна вот собственно вешает наши фотографии и предлагает клиента получить такие же причем за немалую сумму денег поехав с ними в сочи но что делать в таких ситуациях но конечно по-хорошему если вы сталкиваетесь с тем что ваши фотографии или например ну ваша если вы фотограф или и ваши если вы модель но никак модель модель не на условиях там тпп на условиях работы в качестве модели а вот если вы сказали фотограф сессию и ваши фотографии вот так вот появляются на каких-то сайтах что делать есть два способа людей вы можете обратиться в суд в том случае если фотограф точно у вас должны быть оригиналы этих фотографий то есть снятые в раве серия этих фотографий то есть вы должны зафиксировать нарушение сделав принтскрин и зафиксировав этого нотариуса и подать документы ну необходимо заполнить заявление естественно приложить доказательства того что эта фотография была снята вами это обычно raw файл но то есть исходный файл из вашей камеры может серию фотографий то что это не одна фотография все чтобы было понятно что это вы снимали вот ну и все то есть других доказательств не требуется здесь как бы нет никакого спорного момента тут как бы явно понятно что фотография была украдена и ну естественно суд признает у вас правыми но конечно это есть определенная волокита то есть нужно заниматься не все это хотят ну я вот пока не дошла еще того чтобы это делать но скорее всего наверное скоро мы вопрос тоже изучим и все-таки будем решать вот так вот официально но пока я просто пишу этим людям с просьбой в общем-то как бы не обману мало того что они нарушают закон первый раз когда крадут чужой контент второй раз что меня больше даже как бы возмущает это то что они обманывают своих клиентов то есть они им показывают тот результат который они им дать не могут ну в любом случае они даже если может они не умеют снимать то хотя если бы они умели снимать зачем надо было в чужих фотографиях класть красть вот скорее всего они им дают другой результат это обман то есть это мошенничество по отношению к их клиентам а поскольку их клиенты такие же люди обычные как мы с вами и мы также можем попасть на какой-то обман в общем для этого я вот вам решила записать видео и может быть кому-то оно пригодится ну а еще может быть это видео увидят те люди которые этим занимаются и взглянуть на это с другой стороны и решат этого больше не делать в общем желаю вам чтобы у вас таких ситуаций в жизни не складывалось чтобы все было честно и прозрачно ну а вот с тем людям желаю чтобы в общем-то они развились до того уровня чтобы им было не стыдно показывать свои собственные фотографии своим клиентам в общем ладно до новых встреч